Домашнего шведа Как твои дела? С какого момента сидишь дома на карантине? Как изменился распорядок дня? Все хорошо. Сидим большую часть времени дома, стараемся вообще не выходить на улицу. В принципе, это было уже с того момента, когда у нас уже отодвинули лиги игры в Лиге ВТБ, Евролиге. Тогда уже старались меньше выходить. И в то время только ездил на тренировки, а сейчас максимум это спуститься с собакой, погулять возле дома и спуститься в магазин прямо у нас в доме. Скучаешь без баскетбола? Конечно, скучаю, но сейчас такая ситуация в мире, что лучше всем пересидеть дома. Пройдет этот карантин и все вернутся к обычной жизни, к своим делам, к работе. А сейчас самое главное – это поменьше находиться на улице и не болеть. Что вы едите на самоизоляции? К нам приехали родители. Папа готовит клетки, драники. Мама – супы, борщи. И Настя готовит пиццу. Пирожки вчера готовили, кстати. Так что хорошо кушают. Какой вы отец? Надеюсь. Отлично. Узнаем у Саньки потом. Ты знаешь, где лежат подгузники, чем накормить, и когда, и в чем зависит от прогулок? Все знаю. Все знаю. Как поменять подгузник, помыть. Если что-то можно было бы изменить в твоей карьере один раз, что бы это было? Я никогда не задумывался, потому что изменить-то нельзя. Так что мне все нравится, что происходит в данный момент. Если бы не баскетбол, как ты думаешь, чем бы ты занимался, кем бы ты был, какую профессию бы было для себя? Никогда тоже не задумывался. Потому что когда уже начал, когда я переехал в Москву, начал уже профессионально заниматься, то думал только о баскетболе. Играть в МБА была твоя мечта от детства. Она осуществилась. Можно сказать, ты сейчас живешь без мечты или появилась новая. Если да, то какая? Мечта у каждого баскетболиста есть – играть в МБА. Так что, конечно, я тоже мечтал, и я очень рад, что я там был. Мне очень хочется говорить про мечты. Скорее всего, надо ставить какие-то цели, к которым ты хочешь подходить ближе. И надо стараться сделать все возможное, чтобы их достичь. Чему бы ты хотел научиться? Сейчас нет времени на это, так что буду заниматься, наверное, после карьеры. Баскетбол тебе дал все, что у тебя есть сейчас. После того, как карьера баскетболиста закончится, планируешь ли ты что-то сделать, чтобы баскетбол стал лучше? Или чем планируешь заниматься после? Ну, во-первых, то, что говорят, что баскетбол дал все – это родители, скорее всего. Родители, семья. Они помогали, всегда были рядом. Жена, сестры, братья. Так что, я думаю, это и огромная заслуга их, то, что так произошло и что получилось. Если бы вы могли приобрести способность супергероя, чтобы вы выбрали, как использовали? Там много крутых способностей. Двигать металл, летать, суперсила. Если бы ты мог поужинать с любым человеком настоящего или прошлого, кто бы он был? Ой, там это много можно с кем поужинать. Цезарь, Сталин, Юрий Гагарин. Их много можно перечислять и перечислять. Словил ли ты звезду, когда были первые достижения? Нет. Ну, надо всегда оставаться самим собой. Ты же не всегда там где-то играл, ты проделал очень много пути с людьми до того, как стал кем-то. И ты не должен забывать, через что ты прошел, и кем ты был, кем стал, и ты должен быть одним и тем же человеком. Расколько лет профессионально хотелось бы играть? Ой, хочу играть еще лет 5-6 точно. Как воспринял перенос Олимпийских игр на год? Япония одна из твоих любимых стран. Ты путешествовал туда прошлым летом. Что тебе нравится в этой стране? Ну да, на самом деле, так и есть. Япония мне очень нравится. И когда будет время, хочу летать туда в несколько недель, попутешествовать по стране. Нравится культура, еда, отношения людей друг к другу. Мы закончили. Скоро увидимся. Продолжение следует...